5 июня свой профессиональный праздник отметили российские экологи. Отмечается он во Всемирный день окружающей среды. У дагестанских специалистов непростая задача. В республике много природных зон, и для поддержания состояния окружающей среды требуются определенные силы и средства. С какими проблемами чаще всего приходится сталкиваться с специалистом, расскажут наши корреспонденты. Каспийское море – важный район миграции карповых, лососевых и осетровых видов рыб. Именно оно больше всего пострадало от деятельности человека. С каждым годом истощаются ценные виды рыб и млекопитающих. Причин много, в том числе сброс в море стоков и отходов, добыча углеводородного сырья и браконьерства. Также многие виды рыб страдают от недавно появившихся в водоеме конкурентов. В начале 2000-х годов, в начале этого века, проник сюда такой важный конкурент по питанию для кильки, который питается зообентосом. Это грибневик Мнемиопсис. Искусственно разводят в рыбозаводах, такой же вот рыбозавод, как Приморский, там разводят. У нас осетровых и лососевых. Есть у нас нечаевки, но у нас сейчас занимается, но не так уж. Широковский завод есть. Еще одна экологическая проблема – опустынивание земель. В северных районах республики этот процесс идет быстрыми темпами. Многие животноводы отошли от системы отгона скота летом на горные пастбища. Это требует немалых затрат. Животные и зимой, и летом кормятся в степных районах, что увеличивает территории так называемых черных земель. Особенно учитывая последние годы, когда количество осадков уменьшается, и не всегда рациональное использование этих земель идет нарастание. Оно всегда было там, опустынивание шло. Но идет такой экспансивный рост территории, которая характеризуется опустыниванием. Экологи всеми силами пытаются сохранить биологическое разнообразие горных экосистем. Многие из них находятся в критической ситуации. От вырубки горных лесных массивов нарушается среда обитания многих животных. Сокращается их видовое разнообразие. Наша задача изучить, как они функционируют, какие у них ареалы, что мешает им восстановить свою численность и свои белые границы своего ареала, которые были еще 100-200 лет назад. Потому что ареалы их смещаются, резко сокращаются, что увеличивает резко их неустойчивость таких популяций. У экологов много работы, особенно теперь, когда человек столь активно вторгается в природу. Их задача – сделать деятельность человека менее разрушительной для окружающей среды. Отрадно, что с каждым годом специалистов-экологов становится все больше. А вместе с тем растут и шансы сохранить природу родного Дагестана. Любовь Алмаслова, Махарбека Марии, Тимур Лямаев. Время новостей.